Всем привет! Вы разбираетесь в астрономии? Ну, даже если всякие названия планеты-созвездий для вас только странные запутанные слова, смутно похожие на имена из Гарри Поттера, вы все равно наверняка слышали о такой штуке, как полнолуние. Здесь вроде бы все понятно, но когда ученые начинают предупреждать о какой-то красной или голубой луне, понеболе начинаешь немного напрягаться, а ведь она ожидается совсем скоро, 31 января 2018 года. Мало ли какие природные катаклизмы такая луна может провоцировать? Спокойно, спокойно, без паники. В этом видео мы расскажем вам все об этом удивительном астрономическом явлении и даже немножко больше. Поехали! Пожалуй, для начала стоит разобраться с тем, что же все-таки такое эта голубая луна. Нет, она вовсе не пытается косплеить Землю, меняя цвет с классического серого на голубой, как вы, возможно, подумали. Сама же голубая луна означает второе полнолуние, пришедшееся за один месяц. Но вы знаете, обычно за месяц можно наблюдать полную луну всего один раз. В противном случае это бы очень усложнило жизнь оборотням, верно? Только представьте, какой бы был тяжелый год для профессора Люпина. Бедняга. Само по себе второе полнолуние за месяц не представляет ничего необычного. Подумаешь, дважды за январь можно будет краем глаза взглянуть на полную луну. Да и то, если кто-то про нее вообще вспомнит. Ведь в ритме большого города очень часто бывает не до того, чтобы любоваться небесными светилами. К тому же эта самая голубая луна еще и не будет голубой. Ты зачем же тогда вообще обращать на нее внимание? А все дело в том, что 31 января 2018 года астрономы обещают не одно, а сразу три уникальных небесных явления, объединенных вместе. Помните тот момент из фильма «Брюс всемогущий», где главный герой, готовясь к свиданию с девушкой мечты, решил притянуть луну поближе к Земле? Спору нет, смотрелось это очень эффектно. И чего скрывать, довольно романтично. Однако такое близкое положение Луны к Земле не является выдумкой создателей фильма. Любой астроном знает о таком эффекте, как суперлуния. Нет, это вовсе небольшая буква «С», изображенной на Луне твердой рукой Кларка Кента. А астрономическое явление, которое происходит, когда полная Луна оказывается ближе всего к нашей планете. Да, такое бывает, ведь и Луна, и сама Земля вращаются по эллиптической орбите. Иначе говоря, совсем не по кругу, как принято думать. Их путь в космосе скорее можно описать, как гигантские овалы. Так что в какой-то момент наша планета оказывается к Луне настолько близко, что видимые размеры последней увеличиваются на 14%. Кроме того, такая Луна выглядит намного ярче, поэтому не заметить ее просто невозможно. Представьте, если бы у вас за окном ночью кто-то повесил огромный космический блинчик. Такой точно привлечет внимание. Правда, по словам астрономов, это не такое уж серьезное увеличение, да и приблизится Луна всего на 43 тысячи километров. Что в масштабах космоса практически ничего не значит. Но наблюдать за этим все равно очень интересно. Согласитесь? Однако на этом уникальные лунные явления, намеченные на 31 января, не заканчиваются. Да, Голубая Луна плюс Суперлуния звучат уже достаточно круто, но что если прибавить к ним полное лунное затмение? Стоп-стоп, скорее всего вы подумали, что об этом нет никакого смысла. Ведь если произойдет лунное затмение, то никто не увидит этой самой Луны, увеличенной на 14%, спешим вас разубедить. Потому что такие затмения работают немного иначе. И вместо привычного белого или желтоватого цвета, наша огромная Луна вдруг становится кроваво-красной. Бррр. Хорошо, что мы живем не в средневековье и не в каком-нибудь фэнтезийном мире. Иначе повторное полнолуние, да еще и красного цвета, точно привело бы к панике, охоте на ведьм, ну или хотя бы к ожиданию конца света. На деле такое уникальное космическое явление, которое, если верить некоторым ученым, случается раз в 150 с лишним лет, скорее всего не обещает человечеству какие-то природные катаклизмы, войны, ведьминские шабаши или массовое похищение детей. Правда, если вдруг встретите Фамки Янсон посреди улицы, то лучше все-таки держитесь от нее подальше. Мало ли что. Кстати, по-настоящему голубая Луна, то есть Луна, окрашенная в бледный голубой цвет, все-таки может иногда наблюдаться в небе. Происходит это благодаря особому оптическому эффекту рассеивания световых волн, которые… Да, звучит довольно сложно, но что поделать, космос достаточно запутанная штука, и не каждому под силу разобраться во всех его тонкостях. Эти самые волны смешиваются с молекулами воздуха и полевыми частицами, в результате чего ночное светило иногда приобретает легкий бирюзовый оттенок. Между прочим, такое можно наблюдать не только из Земли. Астронавты, которым посчастливилось разглядеть Луну за стеклом иллюминатора, описывают ее как гладкий голубой, а иногда даже бирюзовый шар. Ну а теперь, когда мы рассказали вам о таком супернеобычном явлении, пришло время еще для кое-чего интересненького. Вы узнаете, что еще фантастичного можно ожидать от космоса в этом году. С 19 февраля по вечерам на небе можно будет наблюдать почти невооруженным глазом самую женскую планету – Венеру. Причем любоваться ей можно будет на протяжении нескольких месяцев. Но это еще не все. Видимо, именно в 2018 году небесные тела решили показаться нам во всей красе. 4 марта на небольшом расстоянии от Луны пройдет Меркурий, а 29 марта будет видно Венеру и Уран. Сами астрономы говорят, что все это очень и очень удивительно. Обычно, чтобы увидеть эти объекты, нужен хороший телескоп. А тут раз – и все как на ладони. Можно даже подумать, будто где-то там в космосе кто-то специально пододвигает поближе к нам разные планеты и звезды, чтобы мы сумели получше их рассмотреть. Но про инопланетян, пожалуй, поговорим в каком-нибудь другом ролике. Еще одна планета, гигант Юпитер, покажется землянам 9 мая. Он выйдет в противостояние Солнцу. По словам астрономов, примерно каждые 13 месяцев эта планета сближается с Землей на минимальные расстояния, и освещаемый Солнцем Юпитер в небе становится ярче. Без специального оборудования вы, конечно, без проблем сможете на него насмотреться. Но если у вас будет возможность воспользоваться телескопом, обязательно используйте его, и потом не забудьте нам рассказать, какую крутую штуку вы увидели. Но самое интересное и зрелищное событие, касаемое планет, произойдет в ночь на 28 июля. Планета Марс будет находиться на самом близком расстоянии от Земли за последние 15-17 лет. Называется это явление «великим противостоянием». И такое название появилось неспроста. Как объясняют ученые, дело в том, что Марс вращается вокруг Солнца на вытянутой орбите. Он то приближается к Солнцу, то отдаляется. Каждые два с половиной года наша планета догоняет Марс, и мы оказываемся на близких расстояниях. Но если в этот момент Марс как раз приблизился к Солнцу, расстояние между нашими планетами оказывается минимальным из возможного. Это и есть то самое противостояние. Кстати, в эти моменты в сильные телескопы хорошо можно различать элементы марсианского рельефа и, возможно, местных жителей красной планеты. Кроме всех уже названных интересностей, на эту же ночь выпадает еще и одно из самых продолжительных лунных затмений. Луна будет находиться в тени Земли почти полтора часа, окрасившись в багровые тона. Нам кажется, что это опять проделки выживших ведьм, сумевших спрятаться от Ганцеля и Гретель, так что прячьте детей понадежнее. Вам когда-нибудь приходилось видеть метеорные дожди? Если нет, то слушайте внимательно и не пропустите это удивительное явление. Максимум одного из самых известных метеорных потоков и созвездия Персея будет наблюдаться 13 августа. Но чтобы полностью почувствовать эффект грандиозности этого явления, смотреть на падающие с неба блестяшки нужно обязательно за городом. Там будет виден даже след от метеора. Как бы это сложно и заумно не звучало, но метеор, задевая атмосферный воздух, ионизирует его, что вызывает своеобразное свечение. Поэтому и получается, что метеор вроде бы уже пролетел, а глаз все еще видит за ним своеобразный хвост. Можете не запоминать все сложные названия, которые мы тут говорим, но нужно же нам как-то различать один метеорный поток от другого, чтобы рассказать вам о них. Итак, еще один мощный метеорный поток, дракониды, как вы уже догадались, из созвездия Дракона, достигнет максимальной активности к 8 октября, а другой обильный звездный дождь, традиционное созвездие Близнецов, можно будет наблюдать 14 декабря. И в том и в другом случае вы сможете заметить до 75 метеоров в час, летящих с неба. Главное, чтобы не подвела погода, говорят астрономы, потому что ожидается, что эти звездные дожди станут самыми зрелищными астрономическими событиями конца 2018 года. Только представьте, сколько желаний вы сможете загадать. Наверняка многие из вас по ходу видео задумались, что мы ничего толком не сказали о Солнце, на самом деле мы просто решили оставить его напоследок. И вот как раз-таки пришло его время. Сегодня мы много говорили о лунных затмениях, но вы наверняка знаете, что Солнце также имеет способность прятаться. Итак, солнечное затмение, это такое явление, во время которого Луна закрывает собой частично или полностью солнечный диск. Это необычное событие происходит, когда в одну прямую выстраиваются Солнце, Луна и Земля. Поэтому создается впечатление, что естественный спутник нашей планеты закрывает собой Солнце. К сожалению, жителям Земли полных солнечных затмений увидеть в этом году не удастся, зато частичных ожидается целых три. Первая из них произойдет 15 февраля при Новолунии. Полоса затмения пройдет по акватории Тихого и Атлантического океанов, по территории Юга-Южной Америки и по Антарктиде. Второе частичное солнечное затмение произойдет при Новолунии 13 июля. Наблюдать это астрономическое явление смогут только в акватории Тихого и Индийского океанов, Антарктиде и в южной части Австралии. Третье подобное событие произойдет при Новолунии 11 августа. Некоторые фазы этого события снова получится увидеть не всем. На этот раз повезет жителям стран, расположенных в северных и средних широтах — Северной Америки, Скандинавии, России, Монголии и Китая. Интересно, кому-нибудь из вас удавалось хотя бы краем глаза увидеть что-нибудь подобное из перечисленного? Если да, обязательно оставляйте комментарии и не забывайте ставить лайки за такую интересную и полезную информацию. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.